Добрый день! С вами Георгиевская Татьяна. Рада приветствовать вас на канале Татя Гео. Этот вид розмарина такими плетями не спадающими направлен вниз. И сейчас он цветет. Посмотрите, какая красота. Мелкими голубыми цветочками такой же приятный аромат издает розмариновый. Здесь он вообще смотрится как водопад. Если обратите внимание, то есть сам вид такой, что ветви спускаются вниз. Где такой розмарин можно применить в ландшафте? Где-то в зоне отдыха, вблизи воды, вблизи фонтанов, прудиков. Если у вас есть какая-то подпорная стенка, вот как здесь, да, на стене, вверху, на подпорной стенке, и он прекрасно себя чувствует. Очень красивый сейчас период цветения идет. Здесь как раз его расположили у воды. Не готов еще объект, но вот это будущий водопад. Рукотворный, искусственный водопад. И рядом водопад из розмарина такой цветочный. Розмарин употребляют в кулинарии, употребляют прямо вот эти вот веточки. То есть их обрезают. Внизу он уже стремится пойти дальше на плитку. И здесь его нужно будет подстричь внизу. Этого не надо бояться, потому что он очень хорошо отрастает, не боится стрижки. Ну, не сейчас, конечно, когда уже цветы раскрылись, а немного позже, когда он отцветет. Очень мне нравится вот этот вот именно вид розмарина, потому что его можно высаживать в большом вазоне, и он также спустит со своими ветвями. Во-первых, это вечно зеленое растение. Полезное, используется не только в кулинарии. Чаи даже заваривают из него, высушивают и заваривают чаи. И он очень хорошо размножается. Посмотрите как. Вот когда ветви спускаются, он начинает уже вот здесь внизу ползти по земле. То сейчас, если я открою, там должны быть корни. Да, вот видите, здесь мелкие корешки начинают уже пробиваться. То есть, если обстричь, если здесь вот эту часть обстричь, и можно уже сразу же приживить, потому что есть мелкие корешки. То есть, здесь он на плитке. А если бы здесь была земля, то корней, я вас уверяю, было бы очень много. Ну и даже так его вот этими отростками можно укоренить. Очень хорошо, быстро укореняется, размножается легко. Напишите в комментариях, какой вид розмарина больше вам нравится. Тот, который отдельно стоящий и ветви у него вверх расположены кустарником. Либо вот такая форма, струящаяся вниз. А с вами была Георгиевская Татьяна. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И я желаю вам красивых ландшафтов на ваших территориях. Пока-пока. Пока-пока.